Всем привет! С вами я Алиса и в сегодняшнем видео я вам расскажу про Безумного Шляпника из Алисы в Стране Чудес. Безумного Шляпника из Алисы в Стране Чудес И в этом вся и суть, что настоящие морщины. Согласитесь, для куклы это фрикова и супер необычно. Коробка оформлена в виде книги, как и полагается таким сказочным персонажем. Она в коричневых тонах, правда основная часть это блистер. Спереди мы видим закладку, словно шоколадка на тортике с названием Алиса в Стране Чудес. С другой же стороны прозрачная наклейка с надписью The Mad Hatter Host and Never Ending The Party. Безумный Шляпник проводит нескончаемые партии. Возрастное ограничение куклы 6+. Это коллекционная кукла Барби от Mattel. Дата релиза состоялась, внимание, 7 января 2007 года и дизайнер этой куклы Чейрен Закермен. Безумный Шляпник от Mattel помечен серебряным лейблом. Очень хорошо, что на задней стороне коробки производитель указал нам тираж других лейблов. В том числе тут есть и нас, интересующий, серебряный. Таких шляпников около 50 тысяч на весь мир. Конечно же, тут есть маленькая история, связанная с куклой. На внутренней части коробки запечатлен момент безумного чаепития в компании с белым кроликом. А сам шляпник словно стоит на одном из стульев. Коробку открывать я не буду, так как эта куколка подарок моей маме на старый Новый год. Да и к тому же я считаю, что такой сказочный персонаж без коробки не будет выглядеть так чудно, как хотелось бы. В создании образа этого героя взят за основу исторический костюм шляпника 1860-х годов. В те времена для создания фетровых шляп использовали ртуть, а ее токсичность вызывала отравление у мастеров, что пагубно сказывалось на их рассудке. Этот факт и объясняет безумие шляпника. На его голове красуется огромная бархатная шляпа. Она черного цвета с голубой лентой. К атласной ленте прикреплены розы. Волосы куклы сильно залачены. Это видно, даже не вынимая ее из коробки. Даже несмотря на такое долголетие, на вид эти волосы как камень, будто кукла только что выпустилась в продажу. Переходим к самой интересной части шляпника – его лицо. Она полностью покрыта морщинами. Походу, наш шляпник прожил долгую жизнь. Его губы слегка изогнуты в улыбке. Круги под глазами, а носик – словно после пластической операции. Голубые глаза – словно наш герой прищуривается. А брови – седые. Но, к сожалению, из-за такой массивной шляпы их тяжело разглядеть. Болванчик, он же безумный шляпник, одет в очень причудливый наряд. Его костюм состоит из двух частей – белая рубашка с фраком и розовый пиджачок с четырьмя пуговками. Лично мне пуговки напоминают Каролину в стране кошмаров. Жилетка с манжетиками, а сзади она идет как шлейф – в клетчатый принт. Вот уж наворотили. Следующая часть костюма – это полосатая жилетка в розовых, белых и зеленых тонах с белыми пуговками. Всю эту красотень украшает огромная двойная светло-зеленая бабочка в горошек. Причем эта бабочка размером с голову куклы. Удивительно! Ручки молдированы под белые перчатки. Четыре пальца склеены. Ну, это ж кукла Барби! Кукла одета в полосатые бело-голубо-фиолетовые штаны с вырезом снизу. На ногах – Оксфорды в гангстерском стиле. Они бело-голубого цвета с молдированными шнурками. В набор кукле прилагается прозрачная подставка, которая прячется в корешке книги. А также оранжевый чайничек со звездочкой для чаепития и три разноцветных кружки. У данного шляпника стиль доброго старичка, поэтому вот такая забавная кукла на любителя. Эта Барби будет прекрасным подарком не только для коллекционеров Барби от Мотел, но также и для поклонников книги Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Субтитры создавал DimaTorzok А как вам шляпник в таком образе? Хотели бы вы такую куклу к себе в коллекции? Также напишите в комментарии, хотите ли вы обзор на золотую Барби? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok